Сверидов тут интереснее еще тем, что, в общем, эту пьесу только-только начинают играть. Как бы сейчас поняли, что пианисты могут это играть. Когда-то только я один играл в этот вариант. Вот, сейчас... О, кстати, вы мне похожее сыграем, да? Которая для двух роялей. Да, уже здесь приложение для двух роялей. Просит меня... У меня нет клавира. Я играю по протитуре. Но есть виртуозное приложение Володи Генина. Владимира Генина, замечательного русского универского композитора. Который сделал... Этот довольно трудно, он сделал еще сложнее вариант. Вот, для чего, собственно, мы прошлись сначала по Баху обороченному. В общем, Бах был разный. Хотя, нет, в этот раз я как-то в основном такой клавикорный вариант взял. А, вот есть же клависинный. Конечно. Возьмите, тогда уже вернемся к Баху, чтобы у нас так набор Баха был полный. Тоже из тех же трехголосных симфоний. Ага. Такой вариант... Любитель Баха знает, что Бах любил клавикорды. То есть совсем маленький инструмент, который там такими штыречками можно было как-то воздействовать на динамику непосредственно. Ну, такое условное предвосхищение фортепиано. Да, условно, конечно. Но вот, например, ля манорная. Это клавесин явно двухмануальный, клавесин большой. Да? Да. Да. специально без педали видите да специально хотя можно и с педалью и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, кто-то лауреат, кто-то уже с огромным стажем виртуоз, с большим репертуаром И все мы объединены одним этим ремеслом И я хочу, как бы моя задача, просьба такая В том, что я буду говорить, очень много будет безапелляционного Так прям Но, несмотря на все безапелляционность, это просто как бы мое упрощение На самом деле, это моя попытка скорее поставить вопросы Моя попытка скорее, так сказать Обсуждать проблемы То есть проблематизировать то, что нам кажется или очевидным, или привычным Или вообще иногда, ну как бы совершенно саморазумеющимся, выпадает за пределы нашего непосредственного музыкантского сознания Хотя вообще любой думающий музыкант всегда очень пристально думает о том, чем и как он делает, что на рояле У меня есть такая амбициозная цель, тоже парадоксальная Сформулировать некие, как бы, я их по-разному называю Долго, многие годы я называл это универсальные принципы пианизма Сейчас это у меня, сейчас я как бы пишу Ну сейчас книга это такая, это сильно сказано Но книга, но эта книга будет приложением Я надеюсь, мне удастся найти финансирование Сейчас это может быть не так Приложением к большому видеоряду То есть большому количеству видеороликов Где все, что вот написано в довольно большой книге Там уже 400 почти страниц, но правда большую часть занимает нотные примеры А не текст, поэтому так много Вот Но я долго думал, как это назвать Вот сейчас последний вариант названия Это смесь английского с русским Смотрите Я думал, во многих семинарах у меня часто приходило ощущение, что мы занимаемся поисками ключа, который открывает все двери Как ни парадоксально Как бы вот невозможно себе представить, что в искусстве может быть такой ключ, который открывает все двери Но поставить такую амбициозную, мне кажется, полезно Поэтому я так и называю вот этот самый свой цикл, этот свой текст Пиано-мастер-ки Потому что мастер-ки или кей Это ключ, который открывает как бы все А по-русски это просто мастер-ки Фортепианные мастер-ки Да Вот мастер-ки Или вот я пишу Или комплекс технических приемов для молодых пианистов Я вообще обращаюсь, конечно, к молодым пианистам Потому что Хотя на самом деле это обращение ко всем коллегам всех возрастов Но прежде всего к молодым Для которых еще проблемы Того как Проблемы в высоком смысле технические Являются актуальными Вообще они всегда актуальны То есть задачи Можем ли мы сформулировать что-то универсальное Что Ну то есть мы знаем, что есть огромное количество школ Есть огромное количество приемов Игры на рояле Вообще богатство технического репертуара невероятно Особенно в наше время Я пытаюсь задать вопрос Есть ли что-то универсальное Принятое еще к любым возможным школам То есть то, что условно при там скажем Ну вот гамбургский счет Если был бы как некий такой гамбургский мастер-класс Где собираются все музыканты Заинтересующие это самое И они обсуждают И вот ставим эту задачу Есть какой-то набор Может быть приемов Который касается Вообще рояля в целом И будет принят любым пианистом Это почти невозможно Практически невозможная задача Практически невозможная Но именно из-за невозможности Она интересная с моей точки зрения Я пытаюсь идти по этому пути Какие на этом пути Дороги Сейчас с вами откроем Бетховена Вопрос к молодым пианистам К молодым Какая соната Бетховена Посвящена Баху Вернее, какая часть сонаты Одной из сонат Бетховена Посвящена Баху И не просто Баху А совершенно конкретному Знаменитому произведению Баха Знаменитая соната Бетховена Знаменитый кусок Посвящена не менее знаменитому Произведению Баха Сейчас, секундочку Что у нас тут? Друзья, это лежит на поверхности. Настолько на поверхности, что наверное... А какому она бахла? Нет, я имел в виду гораздо более прямую, Сережа, гораздо более очевидную вещь. Друзья, это совершенно очевидно. Это вступление к патетической сонатике, о которой я сегодня говорил. И вторая партия. Да? И вторая партия. Совершенно очевидно, что вступление к патетической сонатике это прям прямой разговор Бетховена с началом вступления ко второй партии. И главное, это прям разговор на письме. Что... О чем, собственно, идет речь? Давайте посмотрим. И самое интересное, что в Бетховене мы находим ключ к Баху. Вот. Эта вещь довольно удивительная. Сейчас, секундочку. Четвертая. В нотке надо смотреть, друзья мои. Смотрим. Седьмая. Вот вступление, да? Вот оно. Вот у нас стараясь партия, да? Где она тут? Секундочку. Это вторая стратегия. Нет, там нужно... Вот. Немецкое издание. Вот, самое начало, да? Очевидно, вплоть до мелочей, до структуры ритма, до структуры пауз, так далее. Смотрите. Тут интересная штука. Есть. Эти два произведения, они как бы взаимно комментируют друг к другу, находятся в некотором диалоге. И это позволяет нам сказать об очень важной вещи, с чего я предлагаю начать вот эти разговоры об универсальных принципах. Кстати, этот универсальный принцип касается вообще музыки, но пианисту он крайне важен. Это тема, которую я называю метр как творчество. Друзья мои, мы все знаем, что ритм, агогика и так далее является предметом непосредственно исполнительского творчества. Но обратите внимание на то, что метр является предметом творчества. Это особый поворот. И для этого нам нужно иначе, как бы немножко иначе отнестись к... Дело в том, что начиная с элементарной теории музыки, которую мы все учим в музыкальной школе, особенно все нормальные музыканты, которые начинают прямо вот с 6-7 лет, метр подается как нечто объективно существующее. Что у нас образец метра? Это метроном. Недавно он назван метроном. Он как бы объективно существует. Его можно поставить, относительно него можно определять темпы, с ним можно заниматься и так далее. Но уж понятно совершенно, что сам по себе метроном не является творчеством ни в коей мере. Наоборот, это нечто вынесенное абсолютно за пределы музыки, как бы, имеющее отношение за пределы. Можем ли мы поменять отношение к метру? Вот мне кажется, что как раз разговор Бетховена с Бахом есть еще один пример. Разговор Бетховена с Бахом в данном случае нам помогает. Ну, давайте я сыграю кусочек из этого выступления и поговорим. Ну, и немножко поговорим. Поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот как устроен метр, с которым я играл? Кто-нибудь обратил внимание? Грубо говоря, кто-нибудь обратил внимание, как я пульсирую? На протяжении всего этого, как я пульсирую? Какая внутренняя единица пульса здесь? 16-я. Она прям... Причем, как я пульсирую? Давайте я расскажу, как это происходит. Это вообще привело меня, по-моему, к какому-то даже открытию. О том, что такое метр в музыке. На самом деле метр – это интонация. То есть я буквально этими 16-ми я их интонирую. Причем интонирую помимо самой музыки. Вот это... Во-первых, оно существует до того, как я еще начал играть. Посмотрите. То есть если я не проинтонировал эту пульсацию, я не начинаю. То есть... И оно с самого начала идет... Обратите внимание, это, с одной стороны, сердце, то есть нечто абсолютно живое. С другой стороны, это структура. Это метр. Но только метр проинтонированный и не существующий в звучащей форме. А существует только в внутренней психологической, в которой меняется все. На самом деле, да. То есть когда появляется 16-й мемоль-мажори, это просто проявление в звук, да, того, что существовало уже в полной мере, в абсолютно такой, так сказать, в полной мере до этого. То же самое у Баха. Обратите внимание. То есть мы... Вот почему в этом смысле, где у Бетховена проявляется этот путь 16-й, да, у Баха он здесь не проявляется, но, однако, он является тем же самым. Смотрите. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Причем там, где замедляется в конце, что замедляется? Те же самые 16-е. Они интонируются, да. То есть... То есть где у нас агогика, где мы управляем рубата на уровне метра, на уровне пульса? Практически, я уверен, огромное количество пианистов пользуются этим. Важно сделать это сознательным. Важно полностью проявить это как принцип, да, проговорить это, да. В каких-то классах наверняка об этом идет речь. Но об этом нужно сказать. А это что такое с другой стороны? Это как раз та самая тема времени, которая в свое время была задана Александровичем Александровым в классе, с самого начала. То есть тема пульсации и пульсации, и метр как творчество, и пульсация как творчество. Но есть дело в том, что это было вообще все абстрактным разговором, если Бетховен единственный человек в мире. И в одном единственном произведении, и больше никто никогда кроме него, и только он один, нам это написал просто, рассказал. И это произошло в 29-й сонате Хаммер-Клавира. И как раз в той части, которая тоже непосредственно, тут уж никто, так сказать, не сомневается, посвящена барокко, Баху. Это вступление к фуге. А вот люди, которые даже вчера с Димой Онищенко говорил, он же, он играл все пять сонат. Я спрашиваю, а что написал Бетховен? Что написано у Бетховена? Опа. А вырвано, между прочим. Нет, сейчас, секундочку. Нет, нет, все-таки нет. Нет, все-таки нет. Есть у нас 29-й сонат. Вот. Вопрос к пианистам. Какая фраза по-итальянски, еще кроме фразы, написана Бетховеном как раз над вступлением к фуге? Мало кто помнит. Давайте смотрим. Написано. И после этого он выписывает. И это в мировой литературе единственный раз. Четыре шестнадцатых. То есть он буквально говорит. Здесь, в этом лярго, пульсируйте, считайте шестнадцатыми. И он выписывает эти шестнадцатые. Вот они. И это кто, кто занимался Бахом, знает, что мы начинаем начать Баха вот с этого. То есть того, как устроен пульс. Еще к этому придем. Потому что не сам Бетховен, больше никто. То есть писали метрономы, писали разные структуры. Вот так, чтобы прямо написать. Ребята, вот у вас. А для чего, кстати, он делает? Зачем это делает-то? Для того, чтобы понять зачем. Ну, посмотрите. Дело в том, что он делает это для синкоп. Исключительно для того, чтобы были синкопы. Тут же, что особенного? Тут у него ничего не происходит. Да? Но, смотрите. Если мы пульсируем шестнадцатыми, получается Тирапара, да? Тирапара. Синкопа. Да? То есть раз, два, три, четыре. А если мы не считаем, а просто пульсируем. Термату. Потом начинаем пульсировать. Пам-пи-пам-пи-пам-пи-пам. Пам-пи-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Послушаем еще раз. Вот слышно будет? Смотрите. Где у меня опор? Вот, смотрите, я беру. А опором я здесь. Потом здесь опору. То есть точно как написано у Бетхобина. Понять это можно. Только если мы учтем смысл написанного Бетхобина. Потому что это не формальная сетка, а метр как внутренняя интонация, как то, что мы буквально творим, и относительно чего эти синкопы вообще возможны. И, кстати, для него синкопа в хамер-клавире является тематичной. Вообще именно поэтому это единственная соната у Бетхобина, а может быть, единственная соната в мире, которая заканчивается двумя синкопами. Это что ж такое за окончание, извините меня. Посмотрите. Да? То есть у него... Да, я дам. Сейчас... Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Да еще с оттяжкой. То есть если надо дирижировать в оркестре, то буквально так и есть. Раз, два. Три. Показываем раз. Да? Три. Раз показываем. То есть мало того, что три... То есть тематизм синкопы самой по себе. И раскрывает он нам этим написанием. Но на самом деле я вам это к чему говорю-то? Бетховен здесь же явных барокко от нас отсылает. Вот он-то помнил. Я думаю, что и он, и Моссард помнили, как устроен метр в барокко. А после них забыли. Как он устроен? Мелкий пульс. Это то, что потом было вспомнено только в некоторых школах. Александров это вспомнил. Это в питерской школе помнили. Брауда частично об этом помнил. Все. Практически никто не делал тему пульсации. И метр... Ну, темы просто... То, о чем мы должны заниматься, и темы должны что-то понимать. И то, о чем мы должны считывать в нотах. А БАХ весь на этом построен. То есть, возвращаемся к БАХу. Давайте... В этом очень... В плане... В смысле языка. Вообще. Причем, я специально обостряю. Друзья, я специально буду давать безаполиционное определение, которое воспринимаете как вопрос, естественно. Берем первую инвенцию. Двуголосную. Все, которые все играют. Так я вам хочу сказать, что первые такты домажорной, двуголосной инвенции БАХа, это вообще весь европейский музыкальный язык. Мало того, что это весь язык БАХа, но здесь концентрация вообще всего, что является основой европейского инструментального языка. А именно. О, у меня здесь уже написано. Как дети все играют, естественно. Как мы вообще играем БАХа? Причем, не отдавайте отчеты. Причем, мы ищем штрихи. Мы ищем... Используем принципы Брауда, в частности, тоже штриховые. То, кто внимательно читал Брауда, знает принцип затакта и так далее. Но что, на самом деле, радикально меняет всю ситуацию? Сразу. Вот еще до того, как мы занялись штрихами, всем остальным динамикой. Что может сразу поменять, перенести нас, другими словами, из привычного такого полубарокко, примерно, черниевского времени? Черни где-то, да? Черни, может быть, ранний классицизм. Все-таки барокко. Вот смотрите. Чем я просил? Восьмушками, да? Есть еще и шестнадцатые. Они тонируются мной как отдельно. Без всяких, кстати, обратить внимание, без всяких дополнительных акцентуаций. Это как бы натянутая бесконечная нить пульсации. Почему здесь, кстати, нужны шестнадцатые? Очень интересный момент. Потому что у нас в основном-то здесь шестнадцатые, а шестнадцатые держатся на восьмушках. Но во всей инвенции есть одна пара тридцатых. И вот чтобы ее не играть, как быстренький такой мелизм за такт, нам нужно пульсировать в ближе к этому моменту шестнадцатые. Смотрите. Чтобы у нас парочка села. Чтобы у нас парочка тридцать точно села на внутреннюю, интонированную в шестнадцатую. Почему я говорю, что это весь язык? Во-первых, пульс, как творчество. С другой стороны, это мотив. Вот этот мотив, а потом... Я пытаюсь преподавать пять лет китайцам на английском языке. Придумал, значит, такие короткие... Я говорю, в Европе меня давно бы уже посадили за это дело. С китайцами все нормально. Я говорю... Но сейчас... Потому что речь пойдет о любви. Но любовь, в данном случае, композитором и музыке. Дело в том, что это... I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. То есть произнося или тебя люблю, тебя люблю. Или по-немецки. Ich liebe dich. Ich liebe dich. По-французски не очень получается. Из-за... Я искал. Но в некоторых же теме иногда работает в других ситуациях. Но такой... Лучшим оказывается, как ни странно, английский. Потому что он очень компактный. И вот этот мотив... I love you too. Это вообще основной мотив европейской музыки. Это так называемый дважды затактовый мотив. Из нее состоит все. Все. Ну, я сейчас, конечно, специально преувеличиваю. Но любой поток... Да? Любая гамма... Стоит... I love you too. I love you too. То есть, нет никак... На самом деле, большие композиторы не мыслили гаммами. Они мыслили мотивами. Любой... После этого... Вот этот принцип, например, применить к блуждающим огням... Листа. Да? То есть, посмотреть на это как проблему произнесения. И многие проблемы, которые окажутся сложными, технически решаются. Так же, как в торцовом этюбе. Кстати, я помню великолепное исполнение торцового этюда... Олега Муссолина. Я скажу, в каком году, Олег, сейчас, секундочку. В 86-м. По-моему, мы ездили. Мы ездили в Саров. Или чуть попозже. Да. Я помню твой баробка. Я помню твой баробка. Я помню, что... А сделал очень здорово. Очень здорово. Ну вот. Ну мы все тогда общили... Нам такие отношения были цеховые. Очень тесные. К сожалению, потом распавшись по многим причинам. И об этом стоящий только поговорим. Потому что я помню наш табый разговор в Украине. И все эти годы я хочу поговорить на ту тему, о которой мы когда-то затронули. Так что не убегай. Или потом прибеги, потом поговорим. Ладно? Вот. Итак, пульс и мотив. Понятно, да? За этим стоит огромный пласт музыки. Господи. Как же мне? Тем у меня много. Вот я бы хотел бы знать, что... Слушайте, а у кого-нибудь есть? Вдруг кого-нибудь есть пианистов? А у тебя есть Элеги Рахманинова с собой? Ура! Элеги Рахманинова. Переключимся на другую проблему. А Хачатрян есть? Да, вы можете. Давай. Да, я хочу... Мы с вами затронули тему пульса как творчества. Понятно, да, мой месседж, что это универсальное... Началось. Давайте-ка это уберем от греха подальше. То есть мы обнаружили уже отношение к пульсу как к творчеству, причем вполне вычитали это и в нотном тексте вычитали, в двух совершенно стилистически удаленных вариантах. В барокко и уже в зрелом классицизме у Бетхобина. А на самом деле это вообще универсальное свойство всей европейской музыки от Баха до Шостаковича и Шнитке. За исключением этих случаев, когда композиторы сознательно разрушали тактовую систему. Но даже Стравинский, в весне священные, это модификация тактовой системы. Там работают еще те же законы. То есть надо, чтобы пришел второй авангард послевоенный, типа Штокхаузена и Булеза, чтобы полностью разрушить эту систему. Противопоставить. Ну или Пандерецкий, который вообще в других координатах работает. А вот там, где мы именно делаем с тактом, даже в видоизмененном, на самом деле мы имеем дело всегда с пульсом, так или иначе организованным, и работающим с этим пульсом звуковым, конструкцией, которые не обязаны совпадать с этим пульсом, а с ним именно в сцеплении, в конфликте, в диалоге. Причем это не абстрактно, это не теория, а вот то, что... То есть это абсолютно конкретная исполнительская проблема. То есть если мы не, грубо говоря, тезис такой, если мы не научимся интонировать метр как независимую часть музыки, на всех уровнях причем, на уровне шестнадцатых, на уровне восьмых, на уровне тридцать вторых. В моем классе мы так говорим от маленьких до аспирантов. Давайте попамкаем. Тихо. Они говорят... Нет, нет, нет. Тревожно, тихо, с любовью. И на фоне этого вот у меня... Вот у меня уже существует этот пульс, вот он существует. И вот после этого... Па-па-пи-па-пи-па-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи... А он существует. Я в любой момент отключу звук, а музыка существует. Причем существует интонация, пульсирующая вот эта интонация, а она всегда... Вот это вот та самая неуловимая непрерывность, которая на себе все держит. И мы в любой момент можем спеть любую музыку, мы можем... Если мы пульсируем а-ля-бреве, но в а-ля-бреве мы переходим на а-ля-бреве, в любую точку мы можем перейти на более мелкий пус. Или пульсируем тактовыми образами. Я покажу замечательные примеры, в частности, из четвертой и из второй баллад Шопена. Где прямо на уровне тактов, полутактов и тактов происходит вот это взаимодействие. Но сейчас я хочу переключиться совсем на другую проблему, но мы все время будем на эту тему говорить, возвращаться. Продолжение следует...